Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале о самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Очаг ковид-19 в Красном Кресте. 71 медработник заражен коронавирусом. Болеют и пациенты. Все они получают необходимое лечение по основному заболеванию в условиях городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира. Медведев пригрозил Владимирской обувной фабрике генпрокуратурой. На невыплаты зарплаты больничных ему пожаловались работники. Я направлю запрос в прокуратуру, причем в генеральную прокуратуру с изложением фактов, которые вы вот только что сообщили. Боятся остаться без крови из-за землеустройства. Жители улицы Федосеева уверены, работы во дворе соседнего дома угрожают их безопасности. Эти просто-напросто бревнышки вывалятся в квартиру. Они не выдержат этого. И потом и вода будет поступать к стене. За сутки коронавирусом заразились еще 72 человека. Новые данные публикует Управление Роспотребнадзора. В нашей области количество пациентов с коронавирусом уже близится к полутора тысячам. На 10.00 13 мая диагностировано 1459 заболевших COVID-19. Впервые с начала пандемии город Владимир обогнал по количеству зараженных петушки, которые всегда лидировали в этом печальном списке. За сутки в областной столице положительные тесты на коронавирус получили еще 11 человек. И таким образом Владимир вышел в лидеры по заболеваемости в регионе. Ну а по суточному приросту больных в лидерах гусь-хрустальный. Там коронавирус диагностирован у 14 человек. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 268 случаев. Петушки 266. Гусь-хрустальный 169. Ковров 150. Александров 132. Муром 125 случаев. Кольчугина 78. Судок до 59. Собинка 45. Юрьев-Польский 41 случай. Киржач 37. Меленки 22. Суздаль 19. Камешково 18. Вязники 17. Радужный 5. Горховец 5. Селивановский район 3 случая. Число погибших по данным областных властей федерального портала stopcoronavirus.rf не изменилось. 15 человек. В каких именно территориях зафиксированы летальные исходы от коронавируса региональные чиновники не уточняют. Что касается количества выздоровевших от ковида, их число возросло до 103 человек. Тем временем в Белом доме обсуждают выход из режима самоизоляции. И по словам главного санитарного врача региона, торопиться в этой ситуации не стоит. Показатели сравнительные сегодняшнего дня, сравнить с предыдущим. А есть показатели динамические. Вот мы рассчитываем этот показатель шагом в один день, крупными мазками по неделю. И вы вот увидите тенденции, какая прекрасная. Я показываю, Владимир Владимирович, что от меня устали, я рассказываю. Это значит говорить о том, что мы делали все правильно. И сейчас сорваться резкими движениями и уйти в никуда, и возобновление. Опять-таки Владимир Владимирович сказал, что это будет гораздо сложнее, да еще плюс штраф для бизнеса. И это уже не восстановят. И уйти, вот все, что было сделано таким трудом просто, это потерять, но я считаю, это неправильно. Видимо, выслушав мнение специалиста, губернатор Сипягин продлил в области режим самоизоляции. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области, режим полной самоизоляции у нас сохраняется до конца мая. Но это не остановит развитие нашей области в такой непростой период. Экономический блок администрации Владимирской области представил свои предложения по постепенному снятию ограничений с экономики. Мы обсудим их с экспертами от бизнес-сообщества и к концу недели предоставим вам итог. Очаг ковид-19 в Красном Кресте. Болеет медперсонал. По данным Белого дома в БСП подтвердили коронавирус у 14 врачей, 44 медработников среднего звена, 13 человек из числа младшего персонала. Итого 71 человек. При этом в администрации области подчеркивают, речи о единовременном заражении не идет. Данные о заболевших суммировались за последние два месяца пандемии. Кроме того, два врача и четыре медработника среднего звена уже выздоровели. Есть в БСП и шесть пациентов с признаками коронавирусной инфекции. Они находятся под отдельным наблюдением. Перевод пациентов на лечение в инфекционный госпиталь областной клинической больницы не планируется. Все они получают необходимое лечение по основному заболеванию в условиях городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира. В администрации области добавляют, что в помещениях БСП регулярно проводится дезинфекция. А сотрудники больницы и поступающие пациенты обследуются на COVID-19 ежедневно. Заверяется, что медперсонал полностью укомплектован средствами индивидуальной защиты. Так что, похоже, прекращать работу Красный Крест пока не собирается. Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев заступился за работников Владимирской обувной фабрики. Председатель «Единой России» провел онлайн-прием граждан по защите трудовых прав. В ходе общения с людьми лидеру партии поступило несколько жалоб, в том числе из Владимирской области. Напомним, в конце марта в сети появилось видео собрания коллектива обувной фабрики. Из него можно понять, что руководство рассказывает подчиненным о сложной экономической ситуации и предлагает уйти в отпуск за свой счет. Сложившись в этой ситуации, то есть у нас сейчас выход, долго думали, только один. С 1 апреля, смотрите, 1 мая, всем за свой счет. Мы не можем продолжать дальше работать, иначе мы просто не выплыли. Потому что если мы работаем, нам нужно платить за складу, налоги коммунальные и все остальное, а обувь на складе будет дальше только копиться продаж. Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», в ходе онлайн-приема работники рассказали Дмитрию Медведеву о том, что были вынуждены уйти на больничный, но, по словам сотрудников, ни зарплату, ни выплаты по листку, ни трудоспособности они не получили. Дмитрий Медведев пообещал разобраться в данной ситуации и поручил правозащитному центру партии обратиться в генпрокуратуру. Я просил бы, что сделать. Вот эти типичные ситуации, их все обобщить для того, чтобы развернуть законодательную работу по линии «Единой России». Но в то же время за этими типичными ситуациями, как я сказал, стоят конкретные люди с конкретными проблемами и бедами. Значит, по ним развернуть индивидуальную работу. Я сейчас тоже позвоню губернаторам, я как председатель партии, и направлю запрос в прокуратуру, причем в генеральную прокуратуру, с изложением фактов, которые вы вот только что сообщили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это же время другое отделение пожарных проливало горящий матрас. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Всего из дома было эвакуировано 15 человек, в том числе 3 человека были спасены с помощью спасательного устройства. В результате пожара пострадавших нет. Надо отметить, что подобные случаи в очередной раз иллюстрируют то, как опасно захламлять общее домовое пространство, подъезда, чердаки, лестничные площадки. В данном случае, благодаря своевременному вызову пожарных, удалось избежать серьезных последствий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за пандемии ЕГЭ переносят, а ОГЭ отменяют. Об этом со ссылкой на Министерство просвещения сообщил Департамент образования области. На такие меры пошли из-за коронавируса. Детей и педагогов хотят уберечь от опасности. Когда именно проведут единый госэкзамен для школьников, обещают сообщить в ближайшее время. Новые сроки должны утвердить в правительстве и Госдуме. Кстати, сдавать ЕГЭ в этом году, вероятно, будут не все одиннадцатиклассники. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. ЕГЭ – единственный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения. Тем, кто поступать в вузы не планирует, в аттестаты проставят оценки по итогам учебного года. Уже известно, что во время проведения ЕГЭ в школах усилят меры безопасности. Речь о санитарно-гигиенических требованиях. Количество учащихся в аудиториях уменьшат, классы дезинфицируют. Что касается выпускников девятых классов, для них государственную аттестацию по обязательным предметам отменили вовсе. Их тоже аттестуют по результатам успеваемости за год. Постепенно возвращаются к привычной жизни. По поручению главы администрации Владимира Андрея Шохина, Управление образования организовывает дежурные группы во всех муниципальных детских садах. Такое решение было принято после того, как президент Владимир Путин объявил о поэтапном снятии коронавирусных ограничений. Понятно, что расширяется перечень предприятий, организаций, которые вернутся к нормальной работе. Родители пойдут на работу, а дети, соответственно, в детские сады. Работало четыре детских сада, наших муниципальных детских садов города Владимира, с дежурными группами. В каждом, к слову, из этих детских садов было открыто по три дежурных группы. С сегодняшнего дня Андрей Шохин дал указание городскому управлению образованием, открывать по мере необходимости, конечно, дежурные группы в каждом из 88 детских муниципальных садов города Владимира. К слову, мэрия готова открыть сразу несколько дежурных групп в каждом детском саду. Однако у каждой должен быть изолированный вход-выход. Общее число детей и сотрудников в одном детском учреждении не должно превышать 50 человек. Учитывая ограничения Роспотребнадзора, в условиях пандемии дежурную группу могут посещать не более 12 детей. Отвести их в дежурную группу смогут только те родители, которые должны выйти на работу, а с ребенком некого оставить. Для этого нужно взять у работодателя ходатайство на имя заведующей детским садом. И еще нужно иметь в виду, что на малыша, идущего в дежурную группу, будет сделан запрос в медучреждение, не контактировал ли он с больными людьми. Поддержат пострадавших от коронавируса. Предпринимателям малого и среднего бизнеса с 18 мая начнут выплачивать субсидии. Такую информацию опубликовали на сайте обладминистрации. Получат поддержку те, чьи бизнес пострадал из-за пандемии. К таким отраслям относятся, к примеру, авиа и автоперевозки, туризм и гостиничный бизнес, учреждения культуры, развлечений и дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные организации. Из медицинской сферы поддержат стоматологию. В разгар коронавируса они тоже приостановили свою работу. Правила предоставления субсидий регулирует постановление правительства. Если ваш бизнес входит в список пострадавших отраслей, нужно заполнить заявление на получение субсидии. При этом соответствовать нужно ряду требований. Предприятие должно значиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на начало марта. Большая часть сотрудников сохранена. Долг по налогам и страховым взносам не больше трех тысяч рублей. Бизнес не находится на стадии банкротства или ликвидации. Продолжаем выпуск и далее расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите! Мы говорим о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Боятся остаться без крови из-за землеустройства. Жители улицы Федосеева уверены, работы во дворе соседнего дома угрожают их безопасности. Эти просто-напросто, эти брёвнышки вывалятся в квартиру. Они не выдержат этого. И потом и вода будет поступать к стене. 177 населённых пунктов и 66 садовых товариществ в области под угрозой лесных пожаров. О безопасности жители и не думают. Тем самым в рамках дознания сейчас устанавливается причина возгорания и выявление виновных лиц. Сшили кесеты на память о победе. Владимирские мастерицы своими руками сделали подарки ветеранам. Эти подарки обязательно найдут своего адресата. Несмотря на возраст, Галина и Ольга на здоровье не жалуются. Они жалуются на соседей, которые решили провести землеустроительные работы. Несколько недель назад собственники частного дома на улице Федосеева начали наводить порядок у себя во дворе. Но о жителях соседнего дома номер 9 не подумали, рассказывают местные жители. С тех пор у пенсионерок на участке горы камней и земли. Женщины опасаются, если эта гора станет ещё выше, то их дом либо рухнет, либо окажется затопленным после дождей. Воде некуда будет уходить, кроме как на жилое здание из-за этой свалки, считает Галина Дмитриева. Этот дом ветхий. Если сейчас они эти камни, булыжники будут присыпать, как она говорит, что это её территория к дому, эти просто-напросто, эти брёвнышки вывалятся в квартиру, они не выдержат этого. И потом и вода будет поступать к стене, и как подойти ремонтировать её, вообще неизвестно. Ольга Сукманова, одна из жительниц дома номер 9, рассказывает, из-за землеустроительных работ соседи даже просят убрать сарай, который стоит здесь уже очень давно. Чтобы отстоять своё имущество, пенсионерка обивала пороги контролирующих организаций. Но из-за пандемии коронавируса так никто и не пришёл. Дошло до того, что обратилась к участковому. Участковый утверждает, что это их территория. Я написала ему заявление, он мне сказал, что теперь в случае чего за всё то, что там будет меня топить, или чего, будут отвечать они. Приехал и уехал. Безопасно ли вблизи ветхого дома проводить подобные работы, и на чьей же территории они проводятся? С этими вопросами мы обратились к хозяйке этого участка. Марина Миронова считает, что закон на её стороне и показывает карту размежевания земли. Наш земельный участок прямо до ихнего дома расположен. То есть у меня все колышки вбиты, как бы территорию свою я знаю. Я выравниваю свой участок. Но соседи так не думают. У них появились сомнения, поскольку печати на документе нет. Вопросы у людей и к законности проведения подобных землеустроительных работ. Жители ветхого дома говорят, что булыжник на участок скидывается без установки подпорных стенок. Но у Марины Мироновой своя правда. Женщина считает, что на самом деле соседи не хотят делить землю по закону. Подпорные стенки начала строить. Ольга взяла и всё выкинула мне. Смотрите. Просто она пришла и выкинула с моей территории. Бой забор. Я начала строить его. Она пришла и начала мне выкидывать его. А знаете почему? Потому что вы не предупредили даже людей. Что вы говорите? Я предупреждаю, что вы имеете. Зачем вы говорите? Как вы предупреждаете, если люди даже не знают, что тут происходит? Вы не предупреждаете? Это Ольга заняла на моей земле. Она разбила клумбу и не хочет, чтобы я своей территорией пользовалась. Чтобы раз и навсегда определить, кто может вести землеустроительные работы на этом участке, необходимо обратиться в Росреестр. Жители могут написать туда соответствующее заявление или же проверить свои подозрения в органах местного самоуправления. Просто пишут обращение с тем, что там нарушаются их права. Есть нарушение земельного законодательства, что считают, что эта земля не седьмого дома. Ну, не адреса этого, да, Федосеева 7. Просим проверить. Но соответствуют ли подобные работы вблизи жилых домов в букве закона? Ведь женщины переживают о том, что из-за землеустройства могут остаться без крыши над головой, а то и лишиться жизни. Теперь в этом вопросе будет разбираться городская администрация. Соответствующий запрос мы сделали. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6-й канал. Ограничит движение на участке М-7. Речь о 231-м километре трассы в Ковровском районе. Там транспорт движется через реку Пордух по мосту. Его будут ремонтировать. Специалисты заменят деформационные швы и конструктивные элементы опор моста, отремонтируют лестничные сходы, а также обновят дорожное покрытие. У Пордура Москва-Нижний Новгород информируют, что движение по мосту ограничат с 14 мая по 30 сентября. В этот период проезжую часть сузят до двух полос, оставят по одной в каждую сторону. Максимальная скорость движения на проблемном участке будет 50 км в час. Водителей просят быть внимательными и осторожными, исследовать установленные схемы движения. 177 населённых пунктов и 66 садовых товариществ в области под угрозой лесных пожаров, потому что граничат с лесными участками. В большинстве из них проверки выявили нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в МЧС области. Выявленные нарушения были такие, как несвоевременная уборка сухой растительности, земельных участков, окос травы и также проведение опашки населённых пунктов, либо её необновление. К административной ответственности за нарушения привлекли 14 юридических и 31 должностное лицо. С начала года на территории Владимирской области произошло 518 палов сухой травы. Из них в населённых пунктах 244 случая. Больше всего эпизодов о Владимире, Собинском, Камешковском и Суздальском районах. То, что самоизоляция была, наоборот, здесь ситуация ухудшается. В том плане, что люди находились все у себя на дачах. Плюс у нас приток был с других регионов жителей. Порядка 600-700 человек у нас на территорию области ещё прибыло. Людей дополнительно. В населённых пунктах и садовых товариществах проходят профилактические рейды и проверки. С момента введения пожароопасного периода в апреле 2020 года за сжигание сухостоя, мусора и разведение костров сотрудники пожарного надзора составили 163 протокола об административных правонарушениях. Возбуждено 457 административных расследований. Кроме того, проверки проводят местные власти, Госинспекция административно-технического надзора, региональный Россельхознадзор. Однако избежать загорания построек и запала травы удаётся не всегда. В Мельковском районе у нас 8 строений сгорело, и в Гусь-Крустальном одно неэксплуатируемое строение. Тем самым в рамках дознания сейчас устанавливаются причины возгорания и выявления виновных лиц. И о лесных пожарах. В этом году зарегистрировано 24 очага возгорания на общей площади около 39 гектаров. Сейчас устанавливаются причины и виновники. Тушить пламя в лесу – обязанность специального учреждения Владимирского лесхоза. Там регулярно контролируют ситуацию. Работает и горячая линия лесной охраны. По телефонам, указанным на экране, нужно звонить, если вы заметили возгорание в лесу или нарушение требований безопасности. К слову, по итогам проверок, комиссия Департамента лесного хозяйства заключила, что наша область к пожароопасному сезону готова. Сшили кесеты на память о победе. Владимирские мастерицы своими руками сделали небольшие мешочки из ткани и рассказали, почему они особенно оценились в годы войны. Традиция отправлять на фронт кесеты появилась еще в Первую мировую войну. Их делали ученики гимназии и учились, чтобы подбодрить солдат. В кесетах можно было хранить махорку или чай, а еще они напоминали о тех, кто ждет бойцов дома. Такие же подарки стали отправлять фронтовикам и в годы Великой Отечественной войны. В кесетах солдаты хранили не только махорку, но и горсть родной земли. Такой кесет считался оберегом. Рукодельницы из студии областного центра народного творчества украсили свои кесеты вышивкой и лентами. Они планируют передать сувениры владимирским ветеранам и поздравить их с юбилеем победы, когда снимут ограничения из-за коронавируса. Эти подарки обязательно найдут своего адресата. Министерство спорта присудило владимирским спортсменам звание «Мастер спорта России международного класса». Как сообщает обла администрация, высокого звания удостоился Самир Рагимов, занимающийся восточным боевым единоборством, а также Мария Забелина, занимающаяся пауэрлифтингом. Кстати, из последних достижений Забелиной удачное выступление на первенстве и чемпионате Европы в Литве в конце 2019 года. Там девушка завоевала не только две золотые медали, но и поставила мировые рекорды, выполнив упражнения в становой тяге, удержав при этом 151,5 и 153 килограмма соответственно. Но еще буквально пять лет назад девушка могла поднять не больше 40 килограммов. Самые первые веса для меня, наверное, килограмм 40. Мне было тогда страшно, тогда все тряслось, руки не слушались, ноги не слушались. После тренировок я уходила прям, не знаю, ватные ноги были. А вот Самир Рагимов по итогам 2019 года вошел в число 10 лучших спортсменов Владимирской области. В прошлом году Рагимов завоевал золотую медаль чемпионата мира по восточным единоборствам, проходившим в Португалии в дисциплине Сето Кан, а также золото в аналогичной дисциплине на чемпионате Европы, которая состоялась в испанском городе Сан-Фернандо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Сегодня вечером во Владимирской области пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 5, плюс 8 градусов по Цельсию. Завтра днем в нашем регионе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин